Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Замужем трое детей. Брак и 15 лет, большая часть, в которых муж не обращал на меня внимания. Четыре года назад вышла на работу, год назад делала за себя, провела в порядок похудеб на 15 килограмм. Теперь нет жизни, ревность, подозрение, контроль страны. Мы же его не люблю, большая пустота. Что делать? Что делать, чтобы что? Начнем с того, что можно и отношения гармонизировать с мужчиной при вашем на то желании. Да, можно в себе разобраться. В принципе, можно расстаться и, соответственно, психологи помогут вам пережить расставание. Да, и, соответственно, не нести травму расставания в, ну, другие отношения, так скажем. То есть, все это можно, в принципе, сделать. Вопрос заключается здесь скорее всего, да, чего хотите вы сами. Дело в том, что, если вы находились, как бы, в отношениях с человеком, который, вот, так опять же, так скажем, не обращал на вас внимания, да, вот, вы находились с этим человеком в отношениях, а, 15 лет, лет, как бы, как бы, как вы говорите. Вот, что, наверное, наверное, у этого есть, ну, скажем так, основания, да? То есть, ну, я вот, я так вот, подозреваю. Есть основания, по которым вы, человек, находились только время. Вот. Собственно говоря, мерясь и терпя, его к вам такое отношение, почему-то. То есть, а, как правило, история здесь про заниженную самооценку. Вот, история здесь про, вероятно, страх одиночества. Хотя, это, не, ну, это не факт, что, прямо-таки, вот, вы боитесь одиночества. Но, тем не менее, мне кажется, что страх одиночества здесь в какой-то степени у вас присутствует. И если это так, то тоже нужно с этим работать, да, тоже нужно это исследовать. То есть, тоже нужно это смотреть и помогать вам как-то вот с этим разбираться, потому что, ну, совершенно очевидно, что жить вам это мешает. Вот. То есть, как бы решать этот момент, конечно, вам, и только вам, я не думаю, что мы можем решать это за вас, конечно же. Вот. Ну, на мой взгляд, здесь основная проблематика заключается именно, вот, именно в том, именно в том. Что вы, как-то, вот, позволяли себе находиться в отношениях к человеку, к человеку, который вас, вот, ну, как бы не оценил, да, человек вас не ценит. Человек не обращает на вас внимание, но вы, как бы, с ним продолжаете находиться в отношениях сути, ну, по сути, с дела, а себя предавал. Ничего хорошего, в принципе, в этом нет и быть не может, вот, ну, к сожалению. Что касается ревности мужчины, да, и какого-то вот контроля, ну, контроля вас, я имею в виду, то здесь, конечно, история про то, как мне кажется, по крайней мере. А здесь история про то, как вы сами относитесь к тому, что начали делать. То есть, как вы сами воспринимаете то, что он, стали, ну, более, вот, как-то, более активный, да, вот. Стали более, а, заботливый по отношению к себе, вероятно, и так далее. То есть, как вы сами так относитесь к тому, что, если вы не уверены, а, если вы не уверены в этом. А, вот, если вы не уверены в этом, то, мужчина будет, ну, как-то, вам, зеркали вот это. Вот, мужчина будет вам это отражать. Поэтому, ну, надо разобраться, в первую очередь, с тем, как вы относитесь к этому сами, как вы воспринимаете себя. И тогда, все естественным образом будет развиваться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok